А кстати, если человек задержан в валенках, без резинной подошвы, вы тоже делаете бутаскопию? Хороший вопрос, не столкнулся я же. Для тебя веселые кадры. Сегодня расхреначили мою Ниву. Через 10 минут подъеду. Что случилось? Все разбито, все стекла, отпечатки пальцев взяли. Собака работает, да? По поводу сервис-3, да? Да, интересное совпадение. Дворники новые отломали. Из рюкала побили. Ну, били снаружи, явно видно. Панель тебе выдрали, да? Разбили все, кроме одного окна. Крыша, вы обратили внимание, что прыгали по крыше? Во, очень отличный след. Есть порошок? Конечно, есть. Черный, не белый. Гипотеза следствия будет выдвигать. А колесо, важная улика. А если колесо забрал из машины, это уже хищение. Стоим, наблюдаем. Органы работают. Колесо изымается, как вещественное доказательство. Кайправую фару разбили. Крыша промята. Кто-то на ней прыгал. Вот такой пейзаж. Что, вот эти, да, кусты они помяли? А это вы все сами, да, сажали? Да, вот летом сажали. И они просто забивают болт. А вы им сколько платите ежемесячно? 400 тысяч рублей. Технический директор Багун. То есть, его слова вообще верить нельзя. Ну, что с него взять, если его сотрудники не слушаются. Так и говорит. Жалуются. Вы получаете все помятые кусты, потеки на крыше. И сломанные ноги. А еще это, наверное, воняет, да, все? Просто бассейн, нечистот. И фонтан из туалета. Ну, хотя 400 тысяч компенсируется. Все их негативные эмоции, да? Да. И он офигел, говорит, как это? Говорит, не, я ничего не буду, крепите как хотите. А на следующий день тебе разбили вот эту Ниву, да? Ровно на следующий день. И куда деньги идут от аренды? Как так? А вот так. Интересная схема, да? Потому что не было решения собственника. А, у вас тоже, да? Решили нас проучить, типа, каждый день приключения. Короче, Антоха, вот для тебя веселые кадры. Сегодня расхреначили мою Ниву, ну, которая на мне числится во дворе дома. Интересно, как это может быть связано с управляющей компанией. Потому что, ну, как бы, больше пока не на кого подумать. Ни с кем конфликтов не имею. Здорово. Здорово. Ты где там, возле машины сейчас? А, да. А где адрес такой? Тут внизу, на песочной парковке. А, ты полицию вызвал? Да, они уже приехали, кинолог вот приехал. Ты сейчас там будешь? Да, да, я тут пока. Через 10 минут подъеду. Ага, давай. Давай. Здорово. Только просьба сотрудникам пока не мешаю работать. Они там отпечатки, следы все изучают. Может, сам дашь интервью? Угу. Что случилось? Значит, днем подхожу. С собакой гулял. Ага. Вот у нас Нива есть, старенькая. Так. Но в хорошем состоянии. Дверь открыта, чипсы валяются. Бутылка из-под лимонада. Короче. Ну, я закрыл, все. Внутри? Внутри? Да. Ну, видимо, кто-то оставил там, сидел. Двери открыты. Я закрыл, все. Как бы, она закрытая была. Вот. А сейчас вечером иду. Ну, она целая была, короче. Она была целая. Подожди, подожди, не понял. Сегодня? Когда все это было? Чипсы? В обед я подходил. Сегодня? Да. Она целая была. Ну, дверь открыта и чипсы внутри. Да. Остатки чипсов там, бутылка из-под лимонада. А, кто-то залез, да? Кто-то сидел, когда, не знаю. Но суть в том, что я все закрыл, как бы, обратно. Все целое было. Ага. Сейчас вечером у собакой гулял, все разбито, короче. А что, днем полицию не вызвал? Ну, как бы, ну, преступления не было никакого. Ну, как, вскрытие машины? Ну, она открытая была, там замки не работают. Ага. Да. А сейчас просто все стекла разбили? Сейчас все разбито, все стекла, эти, как их, фары. Вот это все. И что, ты полицию вызвал? Вот, да, вон они там работают. Мы довольно-таки быстро на редкость приехали. Отпечатки пальцев взяли с машины. И кинолог там. Собака работает, да? Да, кинолог. Значит, следы там всякие посмотрели на слегу. И что, короче, они сейчас, они свою работу, в принципе, сделали. Они ждут дознавателя, который может несколько часов ехать, так что. А подойти нельзя сейчас заснять? Ну, можете их опросить? Не-не, машина интересная. А, пошли, пошли. Слушай, ну, когда в этот пост в Кайнфорум вышел? Сегодня? У меня уже пост, постов где-то 5 или 6 вышло. По поводу сервис-3, да? Да, по поводу сервис-3. Поэтому такое очень совпадение интересное. Да, интересное совпадение. Враги есть? Вот у врагов-то и нету, как бы, с соседями хорошие отношения. Я им помогаю постоянно. Они ко мне обращаются по разную проблему. Ну, а так-то, как думаешь, кто это что сделал? С кем не конфликтую, не знаю. Вот она, да, машина? Да, не знаю даже, о кого подумать. Пойду с полицейским пообщаюсь. Здравствуйте. Я могу к машине подойти, поснимать вокруг? Да. Здравствуйте. Следы там ничего не затопчут? Да? Да, все. Благодарство. Да, то есть в обед целое все было, разбираться, да? А сейчас вот по периметру все стекла выбиты, все зеркала. По крыше, как будто по кругу выходит вообще. А чем били? Не нашли? Скорее всего, из багажника достали. Что? Домкрат, потому что домкрат рядом валялся на капоте. А домкрат куда забрали? Домкрат внутри сейчас аллона лежит. На первом сидении. Вот эти отломали. Дворники новые отломали. Рукола все новые тоже поставлены. Из рюкала побили. Да. Ну видно, что ничего не хотели украсть. Аккумулятор новый вот. Да нет, это видно. Вот, аккумулятор новый на месте, короче. Видно, гадость хотели. Да, именно хотели, вот, по крыше зачем прыгать. А у тебя там внутри ни магнитола, ничего не было? Нет, ничего не было. Слушай, ну вот это окно целое. Да, одно окно почему-то они пропустили. А, вот отпечатки, да, брали? Да. Интересно. Ну, били снаружи, явно видно. Вот домкрат, да? Вот этим. Да, вот этот домкрат. Он лежал рядом. Панель тебе выдрали, да? Панель выдрали. Вон. А, панель выдрали, да. Нифига себе. Зажигание дергали, нет? Не смотрел? Вон валяется, подсос валяется. Где? Чуть не вижу. Где он тут? Куда-то уже утащили. Ага. Наверное, эти полиции. Подсос принялся. Так, а ты на ней почти не ездишь, да? Ну, она сейчас в неисправном состоянии в последнее время. Мы ее пытались заводить. Вот тут снега, ни сугроба, ни снега, ничего. Мы ее вытаскивали. Слушай, ну трос. Трос даже не забрали, смотри. Да я говорю, тут как бы домкрат хороший. Канистра. Канистра с бензином. Ну, ничего не трогали. Светозащитный этот. Вот, жилет, перчатки, щетка, воронка. Это вот. Этик, крабы, да, для подпоривания. Да. Вещи, беспорядок полный. Вещи в других местах не знаю. Разбили все, кроме одного окна? Крыши. А? Крыши. О, смотри, а крыша у тебя была вмятой? Нет. Помяли, знаешь? Чтобы-то прыгали там. А видно следы, отпечатки какие-то. Да. Так это, они отпечатки сняли-то? Да. С крыши. Отпечатки валеные? Нет. Отпечатки валеные. А сверху прыгали и засняли следы. А там что, следы есть? Да. Да, я вижу. Вон, прыгали. А отпечатки... Сейчас же дектрилоскопии валенков делают. Да, да, да. Не зря же нам это видео показали. Объяснение взяли, да? Объяснение, отпечатки пальцев, отпечатки пальцев ног. Это просто потрясающе. Это вот... Даже валенки не снимал. Отпечатки с валенков взяли? Да. Отвечаю. Я могу показать ваши валенки? Пожалуйста. Да, действительно, сняли. Я отвечаю на свои слова. Это можно проверить. Отпечатки сняли с валенков. Валенки-то тут при чем? Это просто потрясающе. Им понравилось. Мои валенки, блин. Может, они хотели такие же? Так мы тут... Хорошо, что они сняли. Они вас по следам, наверное, искать будут. Да. Где вы там хотите? Я удивился. Коврик дали сначала валенок потоптать, чтобы заполучить эту черную пыльцу. Да, краску. Дактилоскопия валенков. А потом сложили А4 листок и на тебе. Так, а бензобак где? Стой, стой. Ну что, мы тоже трогали, да? Что-то пытались сделать. Да, что-то измеряли. Колеса-то что-то не проткнули. Интересно. Все выиграли. На вон, всю машину разбили. Да. Ты же знаешь, у нас Нива есть? Ну, никто уже знает. Мы все вернули, все нахер. Покупай. И сейчас покрышься. Покупай. Ну, проничтоженную машину все. Вот эти чипсы валялись. Да. Молодец какие-то, да? Да. А на крыше вы обратили внимание, что прыгали по крыше? Да, да, там эксперт степов. Нет, так там, по идее, должны были выждать телоскопию обуви делаете. Все сделали. Сделали, да? Конечно. Так вот, ну что, вам и разрешили подойти. Там половина крыши сырая. То, что обрабатывать нельзя сейчас, невозможно. Вот отсохнут. Не, ну там вот так, сбоку видно, что там следы обуви чьей-то. То есть, они запрыгивали. Обувь мы фоткали здесь, возле. И собака родила тоже. Обувь мы изъяли. Все изъяли, ну. Ага. Все. Так вот, из-за чего вам разрешили подойти. А так, если бы не изъялись, конечно, было бы не разрешили. Добро. Благодарствую. Все нормально. Ну, они говорят, что сняли все эти. Да, и все закончили. Вот вы видите, что молодец. Казнаватели. Да, по сути, ну вот видно, что здесь хулиганство. Да, хулиганство. Какое хулиганство? Причинение имущественного вреда. Ну и хулиганство же тоже. Хулиганство – это административка 20.2, а причинение имущественного ущерба – это уголовка. Больше пяти тысяч. Есть разница? Ну, тут больше. Ну, вот. Тут только одни стек, пять рублей выскочат. Плюс крыша еще выданут. Рублят четыре. Потом панель. Не, я бы так внимания не обратил, но я просто недавно был в отделе полиции, там сделали дактилоскопию подошвы и обуви. Бутаскопирование. Бутаскопирование. Да. Если пальцы – это дактилоскопирование. А бутаскопирование – это на каком? Обувь – это на греческом или латинском? Белая подошва, пылась, пачка. Краски. Да, тут почетче. Еще влажный стоит. Нет, не простенцы, но нет. Не, она же бьется, это. Безосколочный. Ты что делаешь? Не раскачивай. Во, вообще отличный след. Да, да, да. Да, да, отлично. По веселой категории, как продавили. Не, здесь, да. А чего детский широкий след? У нас общий размер есть. Да нет, это вообще… Ты что, там размер увидел? Обувь зимняя вся широкая. Я не знаю, зимой вообще обувь. Не, а могли, как бы могли детям… Да, вот отзадеремся. Не знаю, по-моему, не детский след. Четыре пальца как минимум. Все равно это надо считать как зимняя обувь. Не, я, конечно, понимаю, что у вас… У меня вообще большой обувь. Да, покажи подушку. Он такой же, как у меня. У тебя краска. Может, ты это, потанцевал? Не думал, что ОСАГО. Может, ты забыл, что ты танцевал на машине? Хорошо, что это были не валенки, я так скажу. Да, да, да. С валенками были. А, кстати, если человек задержан в валенках, без резинной подошвы, вы тоже делаете бутаскопии? Хороший вопрос. Не столкнулся я же. Гоу-у-у-у-у-у-у-у. Хорошая шутечка. Не, ну, реально, вот, человека недавно задержали. Не, абсолютно. Да, придется откатывать. Не, у него валенки были, но с резиновой подошвой. То есть, это, ну, прорезиненная подошва. Валенки. А вот так, если просто валенок, что там бутаскопии? Не, я достал какой-то момент, когда человека доставили в валенках, действительно, без резиновой подошвы. Вот же, видно, под светом, под прожектором. Вон, следы. Четкие отпечатки следов. У меня такие же на двери, когда от ОМОНа остались. Ломился ОМОН? Конечно, дважды. Ну. Зачем? Я сразу заметил. А? Мне знакомая картина. Серьезно. Как зачем? Искали труп. Трупный запах издавался из квартиры. Что, нашли? Жители кто-то пожелал? Нет, я же за неделю до этого уехал, я же не дурак. Жители кто-то пожелал? Нет, сами придумали. Вон, прям, посередине, четкий след. Вот если вы свой порошок посыпите, то будет вообще идеально видно. Есть порошок? Конечно, есть. Черный, не белый. По крышу, видишь, вон, Фульгель, там, следит, честно. Ну, если тебя найдут, ничего страшного. На домкрате, вон, 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 вон. Да. А, походу, с силой закончится. На домкрате пальчиков нету, к сожалению, он мокрый весь. Прогибли, за тебя, я просто... Здравствуйте. Здравствуйте. А мы с вами виделись, да, недавно? Как ваши дела? А вы не в сервис-3 работаете? Нет. Нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? А? Что случилось? Ничего не случилось. Репортаж снимаем. Репортаж? Раздают, я ей скажу, что это же спрыгнуть, она тоже спрыгнет. Почему? Это работа, вы работаете, выполняете определенные... Документы, документы, не, пускай какие-то предоставят. Вы вообще кто, молодой человек? Какая разница, я вас тоже не знаю. В смысле какая разница? Я разговариваю непосредственно с лицом, который меня приходит отмечать. То есть, значит, не устраивает. Ну, как я вопросы сжил? Ну, давайте мы с вами поговорим. Вы приходите ко мне в гости, не я в целом приходу, а кому? Не к вам в гости, вы должны оплачивать, почему вы не оплачиваете? В смысле не оплачиваете? Если вам предоставить свои чеки, которые я оплачиваю, у меня нету задумок везде, никакой, нету. Идите разбирайтесь, жил. Покажите мне, где моя задумка. У меня с собой документов нету, я сегодня вам не придерживаю. Ну, вы ко мне в четверг пришли, вы меня отмечили в четверг и просто убежали. Мы вас не трогали. Как это не трогали? В четверг вы вышли, мы даже к щитку не подпустили. Поступила жалоба от жителей города Сургут. Ну, а в четверг вы меня просто взяли ответы. Ну, сами тоже послезите, начальство. Дает распоряжение, работник. Так в том-то и дело, что они на словах все дают, ни одного документа не показывают. К ним же претензии. А у нее двое малолетних детей, и как сейчас кормить их? Понял, претензии, так к ним же. Она тут при чем? Как при чем? Непосредственный исполнитель. Я понял, вы занимаете должность, да, определенную? Вам начальство говорит, вы должны эту работу выполнять. Так должны письменный приказ, чтобы ответственность с себя снять. Даша, Даша, девушка, Даша. Офис по Игоревну точно знаю, а вот фамилию нам никто не предоставляет. Дарья Игоревна. Дарья Игоревна, да. Ну, все. Снимите, как уезжает. Снимите, как уезжает в этот номерат. Все претензии, вот так вот они говорят, чьи претензии здесь. Здесь кому претензии, то есть они приходят домой просто. Все, конец фильма. А то у нас предположение, что именно сервис-3 тут стекла побил. Зачем? А? Зачем? Ну, как зачем? Не знаете? Не знаете? А, это типа они ходят, бьют, чтобы им ездили, ремонт делали, да? Схема, чтобы... Все люди служат управляющих компаний. Ну, да. А вы где за... Я понял, это в фильме. ЖУ-2 или 4? В каком-то городе. 4? А у вас это Гаврилова, что ли, директора? Да, и ночью, пока люди в отеле, все, кто вышел, они заедали. Вчера видео вышло, не видели про него? Нет, не смотрел. Управляйку разошел по полной, на все косяки. А я думал, страховый. Что, машину побили? Да? Да. Почти все стекла побили. Ничего не вытащили. Просто похулиганят. Слушай, это важная деталь, он ничего не сказал про запаску. Запаски нету, говорят. Денис, важную деталь сообщили, запаски нету вроде как сзади. Да, я слышал. Да? Обязательно напиши об этом. Запаску нашли? Так, вот это выкатили, да? Да. Значит, где-то должно быть это. Как туда катим? Слушай, это, свои гипотезы оставь при себе. Тут главные факты зафиксировать. Гипотезы следствия будет выдвигать. Я не вижу следов подката, значит, кто-то нес. Все, короче, близко пяти метров не подходите. Они, скорее всего, просто не успели ее похитить. Они домкрат бросили и колесо бросили. А колесо важная улика. Если просто побил, это как бы хулиганство, причинение ущерба. А если колесо забрал из машины, это уже хищение. Это уже совсем другая статья уголовного кодекса. Не формируйте где сразу? Да тут хулиганство административка. Плюс нанесение имущественного ущерба, уголовка. И хищение, уголовка. Стоим, наблюдаем. Органы работают. То, что обнаружили, молодцы. А если колесо забрали, значит, это уже хищение, попытка. Логично? Абсолютно верно. Следов подката не видно, значит, это вручную принесли. Три статьи, получается, хулиганство, причинение имущественного ущерба свыше пяти тысяч и хищение имущества. Следов подката не видно, значит, кто-то принес пешком. Там следы остались, скорее всего. Колесо изымается, как вещественные доказательства. Что, упаковку от чипсов, да, изъяли? Да. Отпечатки пальцев. На генетику свою. На генетику даже? Ничего себе. Ну, она скомпанная. Там пальцев точно ничего не будет. Так, и правую фару разбили. Он мне сказал, что ты купишь топор. Я топор. Какой топор. Вот, видеокамера. Самое лучшее оружие. Ну, все, Денис без запаски остался, без машины. Тут уже не видно, они же клейку ленту прикладывали. Нормально видно, вот. Вот он. Вот, 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 смотри. Вот он, вот отсюда. Вот отсюда. Так, а эта машина при дневном свете. Так, правая фара разбита. Вот те же отпечатки, которые снимали. Здесь на крыше отпечатки. Видно, что крыша промята. Кто-то на ней прыгал. Стекла разбиты. Зеркала разбиты. Панель выдрана. Запаску изъяли. Разбили все окна, кроме правого заднего и кроме форточек. То есть, раз, два, три, четыре, пять. Вместе с лобовым пять стекол. И два зеркала. И фара передняя. Вот такой пейзаж. Что, вот эти, да, кусты они помели? Вот, все снесли кусты. Вон там видно, прям, как они... Сюда, сюда, говори. Видно, как сломанные. Можешь подойти, посмотреть, как они сломанные там лежат. Я потом скажу это, засниму. Вот, вот отсюда все кусты просто снесены. Вот яблони, видишь, торчит. На нее тоже покусились. Не знаю, целые, не целые. Еще летом проверять будем. А это вы все сами, да, сажали? Да, вот, летом сажали все. А что, это тут техника работала или вручную они... Да, вот здесь техника проехалась. И вот сюда все. Дворник бы такой хренью не занимался. Видишь, вот эти кучи. Вот, кучи, видишь, лежат. Это все МКСМ проехала и сжигала. И это не один раз. Они так постоянно убирают, я постоянно жалуюсь. И они просто забивают болт. А вы им сколько платите ежемесячно? Около четырех тысяч в месяц дома идет. Четырехсот? Четырехсот тысяч рублей. Это только на общедомовое имущество содержания, да? Да, это на содержание дома. А вы видите, какие работы видите? Дворник и техничка работают, их видно. Ну, за эти деньги можно было заборчик хотя бы поставить. Что и обещал директору, но он так и не поставил. То есть его слова вообще верить нельзя. А фамилия как директора? Технический директор Багун. А, Багун? Да. А, мы знаем, как он это. Десять раз это. Он как бы много чего обещает нам, но ничего не исполняет. Что такое? Я знаю, что... Сполняющие обязанности директора Дмитрия Михайловича меня зовут. А фамилия? Багун. При исполнении обязанностей по ООО. Да. На том основании, что я заместитель директора. Но если вас так это сейчас помнит, придите завтра. Запомнил его доверенность. То есть сегодня вы без доверенности, а завтра с доверенностью? Вы хотите разговаривать с доверенностью или с человеком? Да. Если с доверенностью, приходите завтра. Да. Если вы хотите говорить с доверенностью, приходите завтра. Если вы хотите с собой как с человеком, как главным инженером и исполняющим обязанности директора, давайте разговариваем. Еще раз. Вы при исполнении должной обязанности. Вы здесь как гражданин РЭК присутствуете? Как частное лицо или как управляющий фирмен? Как частное лицо. Как частное лицо вы здесь? Да. А что тогда разговаривать? А где директор? Я директор. Что? Вы только что сказали, что вы частное лицо. Я голову морочу, я там тоже буду долго голову морочу. Подождите, я не понял. Так вы как частное лицо здесь присутствуете или как директор? Как директор. Уже третье мнение. Ну, что с него взять, если его сотрудники не слушаются? Он говорит, я отписывал сотрудникам, они ничего не сделали. Так и говорит. Жалуется. Получается, за 400 тысяч вы получаете все помятые кусты, потеки на крыше и никто ничего не делает. И сломанные ноги. А, и ногу. Вот здесь вот видите. Женщина сломала ногу, да? Вот здесь недавно тоже грязная лужа была. А, ну да, покажу потом. Не прошло и недели после сломанной ноги. Вот здесь. Кстати, обратите внимание, ни у одного дома столько колодцев нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять? Да. Десять. Вот эти все колодцы, они постоянно что-то забиваются. Это все выкачивается прямо вот сюда на улицу. И мы потом падаем и ломаем ноги. А еще это, наверное, воняет, да, все? Даже больше скажу. Первые, вторые этажи из унитазов такие фонтаны вытекают. А вот в этом помещении, там где парикмахерская была, там никого не было. Ну, нету арендаторов. И хозяин приходит, открывает и все залито. Просто бассейн. Нечистот. И фонтаны с туалета. Такая жизнь в промостроевских домах. Я думаю, управляющая компания тоже уже пожалела, что взяла этот дом в служивание. Ну, хотя 400 тысяч компенсируют всех эти, так сказать, негативные. Все их негативные эмоции, да? Да, негативные эмоции. Можно закрыть глаза за такую сумму. Ну, можешь передать привет сервисной компании. Я перестал ходить к директору. Мы сказали, директор нормальный человек, на связи, адекватный. А где директор? Я директор. Что? Вы только что сказали, что вы честное лицо. Всегда приходили к нему, всегда мило общались и никогда ничего не делалось. Мы перестали к нему ходить. Мы начали писать все... А, самый прикол. За два года почти ни на одно обращение письменное от меня, от председателя совета дома, практически ни одного ответа не получено. На что мне сотрудница сказала, у меня очень много дел по домам, мне некогда на ваши еще писульки отвечать. Поэтому я решил писать через ГИС ЖКХ сайт. Правильно. Они начали наконец-то отвечать. А к директору я на последнюю встречу с директором принес вот такую пачку писем. И он офигел, говорит, как это? Почему это не отвечено? Начал все перебирать, говорит, я это отписывал, это отписывал. Почему не выполнил, не понимаю. И на следующие дни начали мне резко приходить по одному ответу сразу на 10 писем. Он, видимо, запрек ее все-таки, чтобы она ответила. И она целую неделю сидела и отвечала мне за все годы на все письма. Получается, недавно вам удалось поймать сервис 3 на том, что они просрочили ответ на 25 дней. Он сам говорит, я в шоке, как так можно не отвечать. Все, говорит, обязательно должен быть ответ. Но я сейчас просто через ГИС ЖКХ пишу. На ГИС ЖКХ они не ответили на одно письмо. На 25 дней просрочили. И получили административное дело сейчас на них составляется. Получается, мне позвонили с управляющей компанией. Говорят, мы вам подготовили ответ, но не можем его загрузить в систему. Я говорю, ну, конечно, вы не можете загрузить, потому что вы просрочили. Они говорят, там какая-то техническая ошибка. Мы вам сейчас на почту ответ пришлем, а вы там снимите обращение. Потому что мы его снять не можем. Закрыть. На ГИС ЖКХ, закройте за нас. Да, на ГИС ЖКХ. Я говорю, нет, я ничего не буду, крепите как хотите. И в итоге я захожу на ГИС ЖКХ, все они прикрепили, и все пришло нормально, короче. И буквально через несколько минут звонят уже инспектора с жилстроеннодзора. И говорят, вам тут ответ просрочили, вы жалобу писали. На данный момент вы получили ответ? Я говорю, да, только что получил. Как вы узнали? Она говорит, у вас же претензий к управляющей компании нету, все нормально, да, вы получили это. Я говорю, как это, на 25 дней просрочены, жалоба есть, вы что? А, то есть есть претензии, конечно есть, говорю, все. Все, и прилетает на ГИС ЖКХ с жилстроеннодзора возбуждение административного дела по нарушению сроков ответа. Вот такие веселые истории у нас постоянно. И получается, вчера, вот после того, как ты опубликовал вот эту статью в Каинформ, да, Каинформ точнее опубликовала по твоей просьбе, о том, что управляющая компания была привлечена к административной ответственности, на следующий день тебе разбили вот эту НИВУ, да? Да, да, ровно на следующий день. А пару дней назад публиковали, что женщина подскользнула на льду, который что-то сливали они там, и сломала ногу, будет обращаться в суд, уже заявление подано. Вот, я от себя подавал, потому что женщина в больнице не могла это сделать. На лед я подал, и по кустам сломанным еще неделю назад через администрацию города тоже их сказали, будут привлекать о возмещении отрат, потому что кусты дорогие, по 600 рублей серьезно стоят куст, и деньги выдавала субсидии администрации города. Администрация города очень недовольна вот этим всем, они тоже все в шоке. Но что-то ничего не делают, я так понял. Ну, пока ничего, как сказать, я через Жилстроензор тоже обращение подал, они переслали в администрацию города, сейчас ждем их заключения. Но я так думаю, что если они ничего не возбудят, то мы возбудим, так как мы получали субсидии, и мы закупали это все. То есть мы понесли материальный ущерб. Ну да. И у нас чеки все есть. Там получается, это все заново надо сделать. Да, ну мы хотим обязать их, чтобы они восстановили все пустыни. Ну, либо в денежном эквиваленте, да? Да, в общем, как мы начали все это контролировать и зафиксировать на ГИС ЖКХ, как-то все, мы осознали масштабы ущерба, приносимого нам от управляющих компаний за 400 тысяч в месяц. Да. Хотите ущерб, приходите к нам, всего 400 тысяч рублей в месяц. И ваша жизнь превратится из скучной, в очень интересную. Вы будете изучать законодательство Российской Федерации, будете становиться грамотными потребителями коммунальных услуг. Да, и собирать осколки от окон. Приходите в сервис 3. И собирать осколки от окон вашей машины. Да, да, да. Делайте каско на машину. Обязательно. А у вас получается что? ТОС, да? Вы ТОС создали? У нас, я председатель совета МКД, у нас активный совет дома. Все люди очень активные, все пытаются разбираться в законодательстве и так далее. Следят за своим двором, за домом, активно работает чат дома. И у нас еще совет района, совет ТОС, тоже очень активный. То есть кусты сажаем, парковку вот эту сделали, буквально там из болота отсыпали песком, скинулись жителями. Вот, но постоянно чат. Сейчас подали заявку на строительство детской спортивной площадки, большой для детей. Потому что здесь просто ничего нет. То, что Сипромстрой тут построил во дворе, это ничего там. Пустота. А подскажи, мы на крыше видели какие-то антенны, их очень много. Это совет дома давал на это добро или нет? Хороший вопрос. И куда деньги идут от аренды? Короче, тоже очень интересный вопрос, который недавно всплыл. Оказалось, что две антенны, два сотовых оператора просто на халяву, на шару размещаются на нашей крыше. Платят сторожаку в Сипромстрой по старинке. Так вот исторически сложилось. Как так? А вот так. Интересная схема, да? А в общий бюджет дома что-то поступает? Нет, нет. Просто на халяву. Ни с одной антенны? Вот две антенны из трех. А третий мотив, честно, заключила договор с управляющей компанией и по 15 тысяч в месяц платит. Уже накопилось там порядка полмиллиона рублей за эти годы. Но у вас на счету, на общедомовом? Да, на отдельном специальном счету по арендаторам. Так же, как и с рекламой с лифтов. Ну, там поменьше. Так там не три антенны, там их 120 стоит. Нет, у нас три оператора. Сколько там антенн, я не знаю. А-а-а. У нас три оператора. Ясно. Суть в том, что два вообще не платят, одни платят в управляющей компании. И оказалось, вот недавно выяснилось, что никакого основания заключать договор не было с управляющей компанией, потому что не было решения собственника. А, у вас тоже, да? Сейчас они срочно расторгают договор и выгоняют эту антенну. Именно ту, которая платит. Этих они не трогают. Да? Решили нас проучить, типа, вы, так как вы не доверили управляющей компании, вы жители не доверили управляющей компании заключать договор и получать деньги, не получите теперь ни хрена. Все, мотив прибежал ко мне, спросил, а почему нас выселяют, короче, ни с того ни с сего. Нормально же все было. Все началось, что платили деньги, договор, блин. А этих не трогают, которые вообще просто никуда не платят, там, старожеку куда-то там. Вот. Ясно. И реклама с лифтов пропала резко. Да? Да. А, тоже прибыль, да? К вам не идет в общедомовой. Ну, получается, у вас тут вообще веселая жизнь. Да, каждый день приключения. Значит, это у нас 16 этаж, да? Да, 57 этаж. Так, чтобы видно было. Так, ну тут ловить беспорядок. Я, по-моему, с лифтом, как увидел, так вот здесь. Вот здесь все выглядело, да? Да, но фотографии должны быть. То есть, я один из узких долб. Да, да, да. А вот эти вот, вот это все, вот здесь что-то текло, да? Ну, точно я не скажу, когда это было. То есть, мне сегодня мужчина 16 этажа позвал, он сказал, что вот это довольно часто что исходит. То есть, они с этим борются уже вроде как 6 лет. Отошло до нас только сейчас, вот именно что. То есть, общество не информировано вообще в этом. То есть, все течет, 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 течет. На щиток вроде ничего не попало. На щиток не попало, попало соседний на розетку, там, как бы вот здесь открылось, что пахнет, начало. Там, то есть, вот щиток вырубили, то мало ли. А, отбесточили квартиру? Да. Здесь вроде ничего нет. Ого, какие потеки. Трещины пошли. Трещины. Здесь. Ну, тоже что-то это прескало? Ну, это вот с этого крана, скорее всего, да? Что-то. Насчет крана не знаю. То есть, я там приходил, тут, я даже не помню, было сухо или нет. А сюда нельзя зайти, да? Туда наверх. Да, тут забыл. Ну, тут все, как бы, видно. Плотеки, плотеки, плотеки. Это тоже, наверное, куда-нибудь сюда. Так, и здесь. Ну, что, да, течет, но прям то, что не видно, что вот он щиток. Пожди. Кстати, могу в руку засунуть. О, точно. Интересно поговорить. Он там как раз принимает этот вопрос в группе дома по поводу то ли сотовых операторов, это, короче, чё, это только с разрешением собственного императора. Да, 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 он, как говорится, там разрешили не давать. Ну, это опасная штука вообще такой идея. Ну, насчет опасности сказать ничего не могу. Вот электромагнитное включение очень сильно не дают. Вы прочеркиваете? Стоять, и он. Стоять. Вот эти? Ну, да, они колоссальные деньги за это получают. Теоретически эти деньги должны использоваться. В фонд вашего дома идти должны? Да. По закону. Только куда они идут, на самом деле, это понятно. Какой вид у вас классный? Вот о нем, кстати, да, беспокоюсь. Шли слухи, что застроят, но не застроили. Набережный у нас очень хороший. Да. А, вон еще. Ну, там еще в углу видно подтеки. Я бы позвал вас ту квартиру, которую мы снимали, но мы так и не смогли достучаться, владельцы. Ага. Еще подожди, вот тут еще. То есть это вот на несколько этажей вниз, да, идет? Вот это между плитками, то есть, как бы, этот, лестница-то открытая, делена, подсошкуплевана, вот оно все сквозь и течет. Стекло до 11 этажа, где я жду. А это из-за чего происходит? То есть на крыше какие-то эти, работы не приведены, что ли? А вот, это мы и не знаем. То есть никто у вас это, в известность не ставит, да? Ну, это классно, что в лес не учрайся, потому что в 6 лет ослабжается. Ну, я вижу, тут ремонт частично, да, проводили, что-то замазывали тут. Возможно. То есть вот эти потеки пытались скрыть. Что сейчас? Подтеки пытались скрыть, вот тут вот, видно, что замазывали. Вот тут замазывали, здесь замазывали. Вот трещина идет. Это значит, эту шпаклевку сверху ложили, чтобы замазать, скорее всего, такие вот потеки. Ну, получается, у вас тут вообще веселая жизнь? Да, каждый день приключения. Благодарствую. А, заходите еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok